Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Товарищ командующий Товарищ генерал По донесениям партизан Ночью к передовой Идут колонны техники и пехоты В этом направлении две ночи подряд С заката до рассвета двигалась техника Это как минимум две танковые Или усиленные мотопехотные дивизии Здесь, по координатам того же партизанского отряда Мы нанесли удар по складу боеприпасов Судя по взрывам, которые продолжались почти сутки Там был целый арсенал Таким образом, уже нельзя отрицать Что именно на этом участке фронта Происходит сосредоточение сил противника Причем в полном состоянии скрытности Только ночью Полное радиомолчание И мощная защита от разведки А с воздуха квадрат закрывает 52-я эскадра Люфтваффе Когда эта 52-я отсиживалась на тихих участках фронта Все это вместе доказывает, что немцы начнут наступление Именно здесь Какие будут мнения Товарищ командующий Вот Макаров говорит, факты доказывает Но передвижения по всему фронту каждый день происходят Я вам таких фактов на своем участке сколько хочешь наберу Вы говорите, склад взорвали? А может, он с Первой мировой там лежит? Ну, а 52-ю В последнее время Потрепали очень здорово Вот они в тихом месте Да, слушай И облетывают новичков А здесь Реальная опасность Реальное передвижение войск Каждый день к линии фронта Подтягиваются новые части Почему мы должны оголять этот участок фронта? Разрешите Не скажу, что полностью разделяю точку зрения товарища Макарова Но разве мы уже не сталкивались с тем Что немцы одни и те же части взад-вперед таскают Днем к фронту За ночь обратно в тыл Я к тому, что уж больно на показ все это Ну, а ты, Дорхов, что скажешь? Ведь черный квадрат-то у тебя под боком На участке фронта Предположим, они вклинятся в нашу оборону Но подставят под удар свои фланги А если они начнут наступление Здесь, на северо-востоке Три наших армии окажутся в котле Этого не было с сорок первого года Что ты меня пугаешь? Ты мне предлагаешь полную перегруппировку по всей линии фронта? Это несколько суток части гнать надо Для этого нужно разрешение командующего фронта Согласование со Ставкой С верхом А если это какая-то хитрая дезинформация Или игра такая тонкая Ты понимаешь, чем это грозит? Своим делом заниматься надо Стратегов у меня и так хватает Ты мне доказательства дай А думать я буду Запомни, Макаров Если ты оказался неправ Твоя голова полетит первой Ну а если прав Все равно ответишь За то, что доказать не сумел Рано Вижу Вот оно Следы техники Много Как понял Уходи Черт 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 И Черт Черт Давай. Слушай, а ты сам точно видел, что он взорвался? Да, своими глазами. Успел только про следы крикнуть и… Про какие следы? Колея тяжелой техники. Немцы, видимо, разравнивали, но с бреющего видно. А она там уходит под воду, а с другой стороны выходит. И никакого моста. Ну, это комброт просто. Я только что докладывал. Десять метров глубины в этом месте. Ребят, вы ходите, подводные танки? Лень, ну какие подводные танки? А что? Я слышал, в начале войны придумали подводные танки. Что ж ты за брехло-то такое, а? Нет, правда. Щели законопатить и трубу над водой пустить, чтобы воздух в двигателе проходил. Вот они и ходят по дну. Вот ты куда? Конящего. Я с тобой. А можно мне с вами? Нет, тебе в штаб нельзя. Егор, пошли. Только жди нас у штаба, понял? Угу. Ладно. Чёрный город, что ж ты бьёшься, над моею головой? Ты до бычи не добьёшься, чёрный ужин я не твой. Ну, не по воздуху ж они перелетают? Ну, что получается, немцы ночью мост наводят, а утром разбирают. Так что ли? Ну, может на плотах? Да, на плотах долго. И много техники из-за короткое время не переправили. Тоже верно. Товарищ гвардия подполковник, разрешите войти. Заходите. Предположение есть по поводу этих следов. Ну? Подводные танки это. Да уж. Ну, не то, чтобы подводные лодки. Они наземные. Только по дну могут ходить. Я слышал, немцы такие разрабатывали. Вы хоть сделали, товарищ подполковник? Ну, да. А ещё подводные грузовики и подводных лошадей вывели. Подводные пушки таскать. У вас всё? Никак нет. Есть ещё одно предположение. Летающие танки? У нас контрабандисты были. Так они свой товар прятали в герметичных бочках. В воду. Ну? Там переправа, товарищ командир. Понтонная переправа. Только они её днём, как эти бочки, в воду погружают. А ночью понтон подняли и пошли колонны. А вот это похоже на правду. Подводные танки. Так. Виктор Степанович, а давайте мы с Демитевой ночью, но два слетаем, как в прошлый раз. У меня и здесь есть предложение. Разрешите? Давай. На нашей яке вешаем бомбы, летим прямо днём. И вдоль следов, вдоль колеи бомбим реку. Мы и выясним, и переправу взорвём к чёрту. И за Сараева отомстим. Согласна с предложением лейтенанта Маслова. Ладно, доложу, в дивизию будем решать. Пока свободны все. Есть. Есть. Подводные танки. Выглядел полным идиотом. Ну почему, Ленька, идиотом-то сразу? Я, кстати, слышал, под Брестом немцы действительно реку форсировали по дну на танк. Ну, как это? Ну, как это? Да. А ничего, значит, через законопатию. Законопатию. Или специально трубы усвернули, поставили, чтобы воду двигателя прокляли. Ну да, знаю я эти сказки. Ну, Ленька, не хочешь, не верь. Зачем мне тебя обманывать? Ну, не знаю, зачем тебе меня обманывать. Товарищи, летчики, можно обратиться? Обращайся. Вот, товарищ Сашка на работу хочет устроиться. Товарищ Сашка хочет на работу устроиться? Угу. Ну, а ты, товарищ Сашка, надежный? Как? Не подведет? Надежный не подведет. Ну что, товарищи, берем Сашку? Я думаю, можно. Ну, вот, Егор, все ему объясни. Понял? Что, куда, чего. Если надо, там, спрашивай Егора, он все знает. Понял? Угу. Надеюсь на тебя. Может, с нами сходишь к механикам, скажешь, а то прогонят. А, моя протекция нужна. Чего? Ничего, пошли. Видели, какого я положения достиг? Своих людей на теплое местечко устраиваю. А? А как ты на теплое местечко? О, брат, это политика. Хороший, Ленка, парень, правда? Значит так. Хороший, да. Вот не знаю, прибить их вместе с Женькой или спасибо сказать. Знаешь, а я им благодарен. Я себя таким счастливым сейчас чувствую. Я, как будто под водой сидел, через тоненькую соломинку дышала. А сейчас вот меня вынули, я, ну, полной грудью могу наконец-то вздохнуть. Мы сейчас с тобой рядом идем. Я тебе спокойно говорю. Я тебя люблю. Очень люблю. Я по тебе с ума сходить не надо. Я тебя тоже очень люблю. Товарищ капитан, вас подполковник Логоза вызывает. Слушаю. Слушаю. Лида, загляни ко мне. Есть. Вызывали? О, хорошо. Проходи, садись. Как раз к свежему чайку поспела. На, держи. Что-то важное? Простая формальность. Вон, Павел Алексеевич наградные документы собирается на Маслова отправлять. А он ведь твой ведомый? Так, точно ведомый. Просто хотел узнать твое мнение. Достоин ли, в бою не трусит ли. Может, и возражение есть. Возражений никаких нет. Маслов – храбрый летчик. Ну, и чудно. Чудно. Просто хотел услышать твое беспристрастное мнение, оно и беспристрастное. Что? Ну, мнение твое, оно объективное. А то знаешь, как бывает, человек понравился и взгляд, как бы это сказать, затуманивается. Вадим Петрович, я готова подписаться под каждым словом, сказанным мною в отношении Маслова. Ну, и все. Чудно. В принципе, я только для этого тебя и вызывал. А, да. Присядь. Забыл тебе рассказать. У меня друг и коллега служат в 305-м женском авиационном полку. Так вот, он пишет, там одна командира эскадрильи, ценный летчик, имеет награды, забеременела. Все, в тыл. Ужас. Вот. Ужас. Потерять такого бойца. Командиру по шапке, моему другу по шапке, в общем, всем по шапке. Хорошо, что в нашем полку такое невозможно. Точно? Точно. Ну, и хорошо. Раз ты говоришь, значит, так оно и есть. В общем, все. Да. Ты Маслову про награду не говори. Ну, а чего серприз портить? Хорошо. Хорошо. Разрешите идти? Идите. А чай так и не выпила. Ну, а сам-то как думаешь? Я думаю, товарищ генерал, если с разведкой зачастим, спугнем немца. Оборону усилят. Или вообще перенесут переправу. Мы ее тогда еще неделями искать будем. А так одним разом и накроем. Согласен с тобой. Бери лучших. Понял. И вмажьте им хорошенько. Выполняйте. Есть. Объявляем в элит? Да. Есть. Боевая задача. Найти и уничтожить переправу противника. В бой не вступать. В квадрат не углубляться. Вопросы есть? Никак нет. По машинам. Чистые стекла – это закон победы в воздушном бою. Понял? Ага. Вот поменяй. Держи. О, у тебя тут еще грязно. Самолет пролет угадал. Давай Сидоренко. Ага. Держи. Лейтенант, самолет заряжен, заправлен, к вою готов. Приступаем. Самолет к вылету готов. Удачи. Здравия желаю. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дениска. 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 Так точно, товарищ генерал. Переправа уничтожена. Фотоконтроль есть? Ну, а как же? Там все прекрасно видно. Срочно ко мне плю. И не на У-2, а с истребителем. Что быстрее? Уже в воздухе. Молодец. Благодарю за оперативность. Спасибо. А знаешь, я после войны в свой поселок не вернусь. А мама как же твоя? Ну, приеду навестить ее. Но жить там не буду, не хочу. А мне ей тоже, в общем-то, возвращаться некуда. Слушай, мне тут Коничев предлагает в Академию поступать. Может быть, мы вместе? А? Там сначала общагу, наверное, дадут, а потом ведь разберемся как-нибудь, да? Стоп. Что? Нехорошо это, Борь. Война еще не кончилась, а мы загадываем. Наверное. Нехорошо все это. Отставить. Есть, товарищ капитан. Ну, правда, давай не будем. Логозапп про нас с тобой все знает. Откуда? Понятия не умею. Ну, почему-то даже не удивляюсь. Борькович. Ну, чего ты? Как же мне теперь своим девчонкам-то запрещать? Чего запрещать? Того. А то сам не знаешь. Борь. Давай-то конца войны не будем. М? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Не будем. Чего, даже поцеловать нельзя? М-м-м. М-м-м. Под어�ั Leg�ом 열� М-м. Поехали. Пошли. Евгения, вы уж меня простите. Вы просто хотели, чтобы я провалила боевое задание. Нет, ну что вы, я переволновался. Так уж и переволновались. Да, да я испугался за вас. Сильно испугались? Да я, можно сказать, в жизни так не боялся. Ну, значит, я вам не безразлична? Конечно. Ну, можно сказать, мой лучший друг. С кем я еще по-французски поболтаю. Жалко было бы терять такую возможность. Ну, мои друзья, то есть я для вас только... Нет, я понимаю, я только друг. Нет, это уже провокация, Диана. Ладно. Я давно уже жду от вас каких-то слов, Илья. Но, видимо, вы очень нерешительный. Поэтому я начну сама. Вы мне... Вы мне нравитесь, Илья. Я вижу, что я вам тоже нравлюсь. Про себя даже больше могу сказать, я... Я вас люблю. Между нами какая-то неопределенность вот эта и... Я так больше не могу. Я вижу, что я нравлюсь вам. Я вижу, как вы на меня смотрите. Только вы ни разу об этом не сказали прямо. Мне кажется, это нечестно. Вы мне ничего не скажете? Зря вы все это, Евгений. Я вас не люблю. Я вас не люблю. Жень. Жень. Жень, что случилось? Ничего. От чего ты плачешь? Хочу и мало-молочу. Иди сюда. Иди, иди. Ложись. Ложись. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, чего. Все будет хорошо. Помнишь, ты сама мне говорила? У тебя все будет хорошо. Ну, чего ты хнычешь? Это первая переправа. Прошу обратить внимание на размер понтонов и общую основательность конструкции. Из этого делаю вывод. Что данная переправа предназначена для переброски большого количества тяжелой техники противника. Эта вторая. Точно такая же. Суммируя все факты и данные, предоставленные товарищем Макаровым, могу предположить… Товарищ Алексеев, давайте по сути. Передислокация сил противника в этом квадрате является отвлекающим маневром. На самом деле противник концентрирует силы в другом месте, вот здесь, на участке Макарова. И именно отсюда будет нанесен основной удар и прорыв фронта. Основное место прорыва или прорывов нам неизвестно. Это влечет за собой отсечение и окружение трех армий. Такого не было с сорок первого года. У меня все. Садитесь, пожалуйста. Слышусь. Вот я не понимаю, почему у нас так мало авиаприборов? Взять, к примеру, авиагоризонт. У меня это давно уже есть, а у нас нету. Ты еще скажи про бронированные кресла у мессера. Ну, действительно. Я помню, стояли мы под Артемом. Да. Там угольная шахта. У меня задание ночью вылететь и присвоиться слева к ведущему. А я чего? Это вот я огонь шахты принимаю за навигационный огонь ведущего. Чего, стал снижаться, попал в дым от шахты и чуть не врезался. Авиагоризонт. У нас рации-то недавно появились. Главное, столько неоправедных потерь из-за этого. Честное слово. Настоящий летчик должен уметь летать на всем, что только может летать. И только с некоторым трудом на том, что, мягко говоря, вообще летать не может. Угу. Идет. О, давайте сейчас быстро. Интересно. Что там за экстренное совещание было? Расскажу индок про политрука. Угу. В три часа политсобрание. Политрук идет по полю, смотрит, механики с малютом босицей. Он им говорит, ну так и так, распекает, почему им политсобрание, почему рабочее место не в порядке, все такое, разбор. А ему механики говорит, вам хорошо, вы рот закрыли, у вас работа закончена, и рабочее место в порядке. Угу. Ты чего? Так, а как там, товарищ капитан? А, значит так. Значит там масштабная переброска войск на нашем участке фронта, так как именно здесь противник готовит наступление. Наше командование приняло решение аккумулировать все силы в этом районе и нанести упреждающий удар. И наш доблестный авиаполк примет участие в наступлении, как говорится, в первых рядах. Позбиваем? Да, конечно. А ты что за анекдоты рассказывал? Смешной? Да. Мужчины к женщине подходят? Жень, Жень, нам надо поговорить. Не надо. Не надо. Не надо ничего объяснить. Я правда все понял. Слушаю, товарищ генерал. Там соседи ваши отличились, раму сбили. Как раз в вашем районе. Примерно пятнадцать километров на северо-запад. Передайте соседям наше поздравление. Поздравление потом. Там летчик выпрыгнул. Приказываю немедленно организовать захват. Взять живым. Слышишь? Живым. Вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Жду результата. Деметьеву ко мне бегом. Есть. Так, выдвигай группу охранения в этот квадрат. Соседи раму сбили. Пилот спрыгнул. Приказано найти и взять живым. С одной ротой мы этот квадрат неделю прочесывать будем. Так я пойду туда Дементьеву и посылаю на этажерке. Начинайте поиски вслепую. А дальнейшее по результатам воздушной разведки. Давай, 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 выполняй. Ты у нас в глаза ставь, так что смотри в оба. Фигура важная. Сам Макаров звонил. Так что постарайся. Ротоохрана выдвигается немедленно. Но весь район они прочитать не смогут. Нужны точные данные. Так что все на вас сходится. Ясно, товарищ подполковник. Не в первый раз. Ищем сбитого немца. Вот координаты. Задачка. Ищите девоньке иголку в стоге стены. Парашют, Галя, не иголка. Ну да, только если немец не совсем идет, тем более живой. Он парашют уже давно в землю закопал и земелькой присыпал. Ну да. Контакт? Есть контакт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ах. Н Syrian лJeопол les animателей? Поехали. Разрешите? Заходите. Евгения, можно вас на пару слов? Нельзя. Всего несколько минут. Не надо. Я пойду и к девчонкам схожу. Я с тобой. Я ведь и при капитане Литовченко могу объяснить, раз уж. На то пошло. Да поговори ты, ради Бога, с человеком. Лида. Евгения. Можно? Сержант Бетужев здесь? Так точно. Ну, конечно. Где тебя можно еще искать? Пойдем. Там опять твой немецкий понадобился. Есть. Извините. Извините. Жень. Ты… Ты чего? Пришел? Дура ты, дура. Его зовут Юрген. Он командир разведывательного отряда. Ближней разведки. Меня интересует, какие силы сосредоточены в этом квадрате? Какие силы сгруппированы в этом квадрате? Полной информации у меня нет. Несколько танковых и пехотных дивизий. Как же дивизия СС? У него нет полной информации. Но он думает, что несколько танковых и пехотных дивизий, в том числе дивизии СС. Спроси его. Может, он врет? Может, он нам пыль в глаза пускает? Это точное сведение? Нет смысла брать. Ему незачем брать. Почему? Мы понимаем, что для вас не секрет сосредоточение наших сил в этом квадрате. А для нас не секрет, что вы начали перегруппировку войск и стягиваете сюда силы для упреждающего удара. Но у вас ничего не выйдет. Он говорит, что они понимают… Что понимают? …Что мы знаем о сосредоточении их сил в этом квадрате. И для них не секрет, что мы начали перегруппировку войск и стягиваем суда силы для упреждающего удара. Но он говорит, что у нас ничего не выйдет. Почему? Я уже понял, что значит это слово. Почему? Мы не будем ждать подхода ваших сил. Мы ударим раньше. Они не будут ждать подкрепления. Они нанесут удар раньше. Когда? Ван? Когда? Морган. Завтра. Завтра. Пусть покажет направление главного удара. Покажите направление главного удара. Мы ударим прямо здесь, на вашем участке. Завтра ровно в шесть утра. Главный удар будет завтра. Ровно в шесть утра. На нашем участке. Вон он теперь не забудет. И, как обычно, все перевернет. Да черт с ним. Надоело уже. Ага. Осторожно, носилки. Поднем? Нормально, все. Поднимайтесь. Давайте, давайте. Аккуратно. Аккуратно. Сюда. Давай. Все. Пленный офицер сказал однозначно, наступление будет завтра. И на нашем участке. А если дезинформация? Зачем? Немцам понадобилось сообщать нам направление главного удара? Это же риск. Вряд ли у них есть точные данные о переворке их на мойск. А без? Нет. А так они практически указывают нам, где корпорироваться, чтобы потом ударить в другом месте. Ну, а если у нас? И если они прорвут фронт? Мы же первые у них на пути окажемся. Скажи еще, что твой аэродром и есть конечная цель наступления. Конещев, не верь ты в эти сказки. По-моему, все логично, товарищ генерал. Наш участок был занят совсем недавно. Значит, ни о какой глубокой обороне речи быть не может. Кроме того, наш участок замыкает левый край опасно вытянутой вперед дуги фронта. И если бить, то бить сюда. И кроме того, через дислокацию моего полка проходят две дороги. Достаточно ширины, чтобы по ним развить наступление целой армии. Тем более с запада на восток. У тебя дороги, у меня шоссе, но не паникуй ты раньше времени. Товарищ генерал, а если передислортировать полк? Мы бы к утру управились. Наступление еще не началось, а ты уже драпать собрался. Если у вас прорвут, тебе принимать удар. Больше некому. Тогда ни шагу назад, Канищев. Слышишь? Ни шагу. Так и знай. Значит, нам готовиться к обороне? Готовься, Канищев. Если не месяц флангов поддержит. Саперок я тебе дышил. Отходы к полку доминируются. А на большие ты не рассчитывай. И на том спасибо, товарищ генерал. Что я не слышу? Спасибо, товарищ генерал. И еще. Вышел приказ о восстановлении сержанта Бестужева в звании и возвращении ему всех наград. Так что можешь его порадовать. Порадуем. А чего же не порадовать, товарищ генерал? Ну, тогда конец связи. До связи, товарищ генерал. Что? Наш полк только что просрали. Кто? Я думаю, это там прекрасно понимают, что никакая это не ДЭЗа. Насчет главного удара. Теперь понимают, когда уже сделать ничего нельзя. Сейчас из-за этих умов дивизии, армии полягут. А тут какой-то полк. Делать что будем? Оборону держать. Всеми силами. В 19.00 совещание. Семен свободен пока. Паша, сильно ранило. Когда я его видел, он был без сознания. Не вовремя это все. Это уж точно. Бестужева звание вернули и награды. Хоть одна хорошая весть. Пусть Терентьева в дом перенесут. Хорошо. И Сергеев с медсестрой с ним будут. От греха подальше. Машину им выделить, Сидоренко. И при первой возможности в тыл, в госпиталь пусть политрука везут. Хорошо, я распоряжусь. Продолжение следует... Продолжение следует...